Кауфман фон Оффенбах. Шкида на досуге. Барон в полупердончике. Воспоминания бывшего кадета о Николая II и просвирки с маслом. Кауфман. Держи морда, любящий кошек. В классе 4 отделения слабо мерцают угольные лампочки. По стенам прыгают серые, бесформенные тени. У раскаленной печки сидят мамочка, янгель и цыган. Они в полголоса разговаривают и по очереди, затягиваясь папиросным окурком, пускают дым в узкое жерло топки. Пламя, топящиеся печки, бросает на их лица красный заревой отцвет. Остальные шкидцы разбрелись по разным углам класса. Обладающие хорошим зрением читают. Другие бузят. Возятся третьи. Прикрывшись досками парт, дуются в очко. Горбушка играет с шахматы. Получает мат за матом. И по неопытности не ведает, что воробей его надувает. Данилов и ворона, усевшись на пол у классной доски, нашли игру. Более для себя интересную. Ножечки. Бросает по очереди перочинный нож. С ладошки! Кричит ворона и подбрасывает нож. Нож впивается в зашарпанную доску пола. Потом бросает Данилов. У него промах. С мизинчика! Снова кричит ворона. И опять вбивает нож. Сделав несколько удачных бросков, он разницу прощелкивает Данилову полбу крепкими, звонкими щелчками. Широченный Данилов, нагнув голову, тупо смотрит в пол. При каждом щелчке вздрагивает и моргает. В классе не шумно, но и не тихо. Голоса сливаются в неровный гул. Заходит воспитатель. Он нюхает воздух, замечает дым и спрашивает. А кто курил? Никто не отвечает. Класс! Будет записан! Объявляет Халдей и выходит. После его ухода игры прекращаются. Все начинают скулить на тройку, сидящие у печки. Те, в свою очередь, огрызаются на играющих в очко. Золотушный камчедал Соколов, по кличке Пьер, кончив чтение, подходит к играющим в шахматы и начинает приставать к воробью. Уйди, говорит воробей. Никак нец, отвечает Пьер. Зубы дам! Дайс! Но щуплый воробей в зубы не дает, а углубляется в обдумывание хода. Пьеру становится скучно. Он садится за парту и, пристукивай доской, начинает петь. Спи, дитя мое родное. Бог твой сон хранит. Твоя мама-машинистка по ночам не спит. Брат ее убит в Кронштадте. Мальчик молодой. В это время в классе появляется Викниксор. Все вскакивают. Картежники украдкой подбирают рассыпавшиеся по полу карты, а Янки, не успевшись прятать папиросу, тушит ее носком сапога. Вместе с Викниксором в класс вошел здоровенный детина, одетый в узкий золотыми пуговицами мундирчик. Мундир у детины маленький, а сам детина большой, поэтому рукава его едва доходят до локтя, а на животе отсутствует золотая пуговица и зияет прореха. Новый воспитанник, говорит Викниксор. Мстислав Офенбах, мальчик развитой и сильный. Обижать не будете. Правда, мальчик? Угу, мочит Офенбах таким басом, что не верится. Будто голос этот принадлежит ему, а не тридцатилетнему мужчине. Мальчик, насмешливо шепчет кто-то. Да ничего себе мальчик, небось сильнее цыгана. Когда Викниксор уходит, все обступают новичка. За что пригнали? Любопытствует япошка. Бузил! Доба! Басит Офенбах. Меня Мельтона вели! Так бы не пошел! Он улыбается. Улыбка у него детская, не подходящая к мужественному, грубому лицу. Сразу все почему-то решают, что Офенбах хотя и сильный, но не злой. А сколько же тебе лет? Спрашивает цыган, уже почуявший в новичке конкурента по силе. Четырнадцать, отвечает Офенбах. Сегодня как раз именинник. Это мне мамаша подарочек сделала, что пригнала сюда. Он осматривает серые стены класса и грустно усмехается. Да ничего, говорит японец. Подарочек не так уж и плох. Живемся. Да неужели тебе четырнадцать лет? Задумчиво говорит Янкель. Четырнадцать лет. А ведь Гужбанский прямо купец приволжский какой-то. И верно, говорит воробей. Купец, купец, подхватывает горбушка. Купец, ухмыляется Офенбах, не ведая, что получает эту кличку навеки. А что это у тебя за полупердончик? Спрашивает Янкель, указывая на мундир. Это кадетская форма, отвечает купец. Я ведь до революции в кадетском учился. В Петерговском, потом в Орловском. Игея, восклицает Янкель. Значит, благородного происхождения? Да, отвечает купец, но без всякой гордости. Благородного. Отец мой офицер. Барон нас детский. Фамилия-то моя полная. Вольф фон Офенбах. Барон, ржет Янкель. Вот это здорово. Да, только жизнь-то моя не лучше вашей, говорит купец. Тоже с детства дома не живу. Ладно, заявляет Япошка. Пускай ты барон. Нас это не касается. У нас равноправие. Потом все усаживаются к печке. Купец садится, как индейский вождь, посредине наломанный табурет. Он чувствует, что все смотрят на него. Самодовольно улыбается и щурит без того узкие глаза. Значит, ты это, того, кадет? Спрашивает Янкель. Кадет, отвечает купец. И, ухмыляясь, добавляет. Бывший. Несколько мгновений длится молчание. Потом мамочка тонким песклявым голосом спрашивает. А у вас ведь все там князья да барона обучались, да? Фактически, басит купец. Все дворянского звания. Не ниже. Да ишь ты, говорит Воробей. Князей, значит, видел. За ручку, может быть, даже с ними здоровался. И не только князей. Я и самого Николая видел. Николая? Восклицает Корбушка. Царя? Да очень даже просто. Он к нам в корпус приезжал. А потом я его часто видел, когда в дворцовой церкви, в алтаре, прислуживал. Эх, жизнь тогда была. Малина земляничная. Купец дыхает. Просвирками питался. Просвирками? Да, просвирками, говорит купец. Вкусные просвирки были в дворцовой церкви. Замечательные просвирки. Напихаешь их, бывало, штук двадцать за пазуху. А после с товарищами жрешь. С маслом ели. Вкусно! Он мечтательно проводит рукой по лбу и снова вздыхает. Вот только засыпался я, очень неприятно. Расскажи, говорит японец. Да, расскажи, расскажи, подхватывают ребята. И купец начинает. Обыкновенно. Я, значит, корпус таскал про свирки. Там их и шамали. А тут пожадничал. Захватил маслица и думаю, в алтаре где-нибудь в резнице позавтракаю. Ну и вот. Нам воне служба идет. Дьякон. Спаси Господи. Люди. Запивает. А я перочинный ножичек вынул и просвирки разрезаю. Нарезал штук пять. Маслом намазал. Склеил. Хотел за пазуху класть. А тут, значит, батюшка. Отец Вильямин. Входит. Чтоб ему пусто было. Ну я, конечно, все просвирки на блюда и глаза в потолок. А он меня на дворцовую кухню за кипятком для причастия посылает. Прихожу оттуда с кипятком. Нет просвирок. Унесли уже. Сдрейфил я здорово. Все сидел в резнице и дрожал. А потом батя входит. В руках просвирка. Рука трясется, как студень. Это что такое? Спрашивает, а? Ну, безусловно, меня в три шеи. И в корпусе, в карцере, двое суток пропел. Оказывается, батя Николая самодержцу всероссийскому стал подавать просвирку. А половинка-то отклеилась и на пол. Конфузу, говорят, было потеха. Ребята хохочут. В это время трещит звонок. Спать хряемте, говорит воробей. Это что? Удивляется купец. Так рано спать? Да, отвечает японец. У нас законы суровые. Хотя не суровие, конечно, кадетских. А все-таки. В спальне вспоминают, что купец не получил от костелянши постельное белье. Костелянша работает до шести часов. И позже белье не получить. А пустяки, говорит японец. Соберем сбору по сосенке и выспится. Коек пустых много. Собирает белье. Кто подушку, кто одеяло, кто простыню дает. Из подушек делают матрас. И постель у купца получается не хуже, чем у других. Купец укладывается, завертывается в серое мохнатое одеяло и босит. Спокойной ночи, робе. Потом засыпает. Храпит, как воров. И не слышит приглушенных разговоров ребят, которые тянутся за полночь. Утром дежурный проходит по спальне. Звонит серебристый колокольчик. Воспитанники вскакивают, быстро одеваются и бегут в умывальню. Когда вся спальня уже на ногах, все постели убраны. Одеяло сложено в четверо и лежат на подушках. Дежурный замечает, что новый воспитанник четвертого отделения спит. Дежурный, первоклассник Козлов, маленький и гнусавый, бежит к кофенбаховской кровати и звонит над самым ухом купца. Тот просыпается, вскакивает и недоумевающе смотрит в лицо дежурного. «Ты чего, сволочь? Вставать, пора! Все уже встали и чай идут пить!» Купец скверно ругается. Снова залезает под одеяло и поворачивается спиной к Козлову. «Да вставай же!» – тянет Козлов. Ему попадет. Он получит запись в летопись, если не все воспитанники будут разбужены. «Вставай, ты!» – гнусавит он. Купец внезапно вскакивает, сбрасывает с себя одеяло и с размаху ударяет Козла по щеке. Козел взвизгивает, хватается за щеку и выбегает из спальни и кричит. «Накачу! Будешь драться, сволочь!» Но жаловаться к Козел не идет. Фискалов в Шкиде не любит. Через минуту Козел возвращается в спальню с японцем, призванным для воздействия на купца. «Эй, барон, вставай!» – говорит японец, дергая купца за плечо. Купец высовывает голову из-под одеяла. «Пошли вы подальше, а не то!» Но он уже проснулся. «Чего будете-то?» – хмуро басит он. «Который час?» «Восемь. Начало девятого?» – отвечает японец. «Черт!» – тянет купец, но уже добродушно. «Раненько же у вас поднимают. У нас в корпусе. И то до полдевятого зимой будили». «Ладно!» – говорит японец. «Давай вставай! А я вот раз дядьку избил!» – вспоминает купец. «Кузьмичок звали. Уж зарю проиграли. А я сплю. Он меня будит. А я ему раз! И в ухо!» Купец смечтательно улыбается и высовывает из-под одеяла ноги. «Идем умываться!» – говорит японец, когда купец, напялив мундирчик, застегивает сохранившиеся на нем золотые пуговицы. В умывальне домываются лишь два человека. Костец стоит у окна и отмечает тетрадки птичками вымывшихся. «Как фамилия?» – спрашивает он у купца. Потом добавляет. «Сними куртку!» Купец нехотя снимает мундир. И нехотя лениво ополаскивает лицо и шею. Халгей осматривает вымывшегося для первого раза снисходительно и ставит тетрадь птичку. «Ну, ребята!» – говорит после чая товарищем японец. «Барон-то наш! Вышипалистый! Держи мордой будет!» А добродушие купца выясняется в тот же день. Купец идет в гардеробную получать белье. Там он снимает с себя кадетский мундир и потрепанные брюки-клеш и облачается в казенное, холщовую рубаху и штаны. Костелянша-лимкор – лимонная корочка. Или амвон – американская вонючка. Старая дева, любящая подчас от скуки побеседовать с воспитанниками, расспрашивает купца о его жизни. «А ты животных-то любишь?» – спрашивает она, самострастно обожающая собак и кошек. «Люблю!» – отвечает купец. «Я всех животных люблю. И собак, и кошек, и людей». Омвон рассказывает об этом воспитателям, а те – товарищам купца. За купцом остается репутация сильного, вспыльчивого, но добродушного парня. В шкиде, а особенно в четвертом отделении, он получает диктаторские полномочия и пользуется большим влиянием в делах, решающей силой. Однокашники зовут его шутливо-почтительно – Купа, а воспитатели – лодорем первой гильдии. Учиться купец не любит. Субтитры создавал DimaTorzok